Я начну свою лекцию, посвящённую лучевой диагностике опухоли почек. Насколько я понимаю, аудитория в основном онкологическая. Это так? То есть здесь присутствуют врачи специальности лучевой диагностики? Присутствуют, да. Ну, то есть в основном, конечно, это специальности лучевой диагностики. Да, спасибо. Хочу сказать, что все материалы сегодняшней школы вы можете получить на выходе у представителей фирмы «Филипс», которая и организовала сегодняшнюю нашу школу. И это будет всё в электронном варианте, на диске. То есть все эти материалы в вашем распоряжении, когда завершится наша школа. Вашему вниманию хочу предоставить лекцию по поводу опухоли почек. То есть все возможные методы диагностики. И я подробно буду говорить о всех опухолях почек, которые мы, как правило, как лучевые диагностики диагностируем и с которыми мы имеем дело. Поскольку это школа, то есть я подробно буду освещать абсолютно все вопросы и признаки лучевой диагностики. В основном, конечно же, акцент на компьютерной томографии, потому что это метод, золотой стандарт в настоящее время диагностики опухоли почек. Опухоли почек составляют в структуре опухолевых заболеваний от 3 до 6 фактически процентов опухолей. Из них доброкачественные в этой группе, именно опухоли, доброкачественными являются лишь 6%. То есть фактически 90% это злокачественные опухоли. По уровню заболеваемости опухоли почек стоят на 9 месте, то есть позиция достаточно высокая. Мужчины поражаются чаще, чем женщины, и соотношение мужчин и женщин 3 к 1. Пик частоты в основном приходится на возраст старше 50 лет. Но, конечно же, мы в большом проценте случаев диагностируем и в более молодом возрасте. Разработано и опубликовано очень много классификаций опухолей почки, которые основаны на патологоанатомических, гистологических, клинических и других признаках. Но в практических целях выделяют две основные группы. Это опухоли почечной паренхимы и опухоли почечной лоханки. Эти опухоли отличаются друг от друга по строению, путям распространения, диагностики и методам лечения. И в сегодняшней лекции я буду говорить как об одной, так и о другой группе. Опухоли выделяют две основные группы. Это доброкачественные и злокачественные. В группе злокачественных опухолей они делятся на два подразделения. Это первичные и вторичные или метастатические. 85-90% опухолевых образований паренхимы почки составляет почечно-клеточный рак. И в основном все те наблюдения, которые я вам буду демонстрировать, это почечно-клеточный рак. 25-80% всех опухолей почки выявляется случайно при ультразвуковой диагностике или при компьютерной томографии в бессимптомную стадию процесса. Иначе этот термин еще в англоязычной литературе, у него есть такая аббревиатура как Radiologist Tumor. То есть те опухоли, которые были случайно выявлены при лучевой диагностике. В группе случайно выявленных опухолей в основном 85% это локализованные формы опухолей. То есть, что значит локализованные? Они ограничены почкой и нет распространения на приближающие анатомические структуры. Если уже есть у пациента какие-либо клинические симптомы и выявляется опухоль в почке, то только 40-45% в этих случаях это локализованная форма. И очень часто эта опухоль уже оказывается нерезиктабельной. Риск развития почечно-клеточного рака возрастает при ряде факторов. Какие это факторы? Это курение, наличие травмы почки в анамнезе, это злоупотребление аналитетическими средствами, регулярный гемодиализ и синдром гиперлиндау. На данном слайде как раз и демонстрирую синдром гиперлиндау. Мы видим опухоль нижнего сегмента правой почки и кистозные образования мультикистоз обеих почек. Очень часто опухоль почки при гиперлиндау сочетается с поликистозным их поражением. Возникновение опухоли почки способствуют также и другие фоновые заболевания. Это хронический пилонефрит, нефролитиаз, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и другие заболевания. Развитие симптомов рака почки обусловлено локальным опухолевым ростом, различными системными проявлениями, паранеопластическим синдромом и метастатическим поражением. Каковы основные симптомы? Существуют две основные группы. Это ренальные и экстраренальные. К ренальным симптомам относится классическая триада симптомов. Это макрогематурия, боль в боку и пальпируемое образование. Вся эта триада встречается довольно редко. И набор всех этих трёх симптомов у одного пациента не превышает 10%. При наличии этой триада симптомов опухоль, как правило, уже оказывается, к сожалению, нерезиктабельной. Экстраренальные. Они не специфичны. Это ускоренная соя, аммия, похудание. У 5% больных первые проявления заболевания могут быть обусловлены метастазами в однолённые органы. Особенностью почечно-клеточного рака является достаточно высокая венотропность. Что значит венотропность? Это распространение в виде опухолевого тромба по интраренальным венам, в основной ствол, а затем в нижнюю полую вену. Клинически это проявляется отёками ног, расширением вен передней брюшной стенки, а у мужчин это проявление как в виде варикоцерия. На данном слайде мы видим опухоль почки и наличие тромба правой почечной вены. Опухоль почки и наличие тромботических масс правой почечной вены. У 25-30% пациентов с клинической манифестацией имеются признаки отдалённого и регионарного метастазирования опухоли. Чем это чревато? То, что очень высокий процент недовлетворительных результатов лечения опухоли почек. В этих ситуациях нерадикальность операции составляет 9-13% и сопровождается рецидивами опухоли. Пятилетняя выживаемость при почечно-клеточном раке. Если локальная форма, то выживаемость очень высокая и составляет 50-90%. Если уже есть метастатические формы, то, к сожалению, процент этот может достигать 0% или максимально 13%. Пример клинический. Пациент молодой мужчины 38-летнего возраста. Был диагностирован рак нижней половины правой почки. Вроде бы опухоль достаточно локализованно занимает нижнюю половину правой почки. Но на тот момент, когда была выявлена опухоль, уже имеются метастазы правой лёгкой в виде группы метастатических узлов. Была выполнена нефрактомия справа. Секторальная резекция правого лёгкого с удалением метастазов из лёгочной ткани. Через 10 месяцев мы смотрим этого пациента в динамике. После операции это генерализация процесса с наличием большого опухолевого узла в печени, с прорастанием мягких тканей брюшной стенки, наличие забрюшинных и внутрибрюшных лимфатических узлов и метастатическое поражение лёгких. Имеется прямая зависимость между размерами опухоли и частотой метастазирования. То есть, чем меньше размеры опухоли, тем меньше частота метастазирования. При размерах опухоли 3 см и менее очень низкая вероятность метастазов. Они встречаются до 5% случаев. Или иначе их называют карциномы с низкой метастатической потенцией. Так, опухоль левой почки небольших размеров, до 1,5 см, другая локализация опухоли в нижнем сегменте почки. И была выполнена секторальная резекция в одном и во втором случае с довольно хорошей динамикой процесса без наличия метастазов. Гистологическая классификация почечноклеточного рака. Выделяют основных 5 типов. Это светлоклеточные, папиллярные, хромофобные, онкоцитарные и протоковые раки. В 70-80% случаев мы имеем дело со светлоклеточным почечноклеточным раком. Протоковый рак встречается менее чем в 1%, но он является наиболее агрессивной разновидностью почечноклеточного рака. И хочу сделать акцент, что именно гистологическое строение опухоли является более важным прогностическим показателем, даже более важным, чем размеры самой опухоли. Каковы лучевые методы исследования? Конечно же, золотой стандарт – это ультразвуковая диагностика, это метод скрининга, который в основном-то и выявляет большинство опухолей почек. Он имеет довольно ограниченные возможности в оценке местной распространенности и обдалённых метастазах почечноклеточного рака. Безусловно, ни одно оперативное вмешательство в настоящее время не выполняется без предварительной компьютерной томографии органов брюшной полости. И компьютерная томография является основным из основных и наиболее информативных современных методов диагностики. Магнитно-резонансная томография применяется, но в основном это метод, который детально позволяет уточнить уже выявленные изменения при магнитно-резонансной томографии, когда существуют дифференциально-диагностические неточности. И это метод альтернативы при невозможности введения контрастного вещества. Каковы диагностические возможности в институте компьютерной томографии? Но, безусловно, на первом месте это выявление самого объёмного образования, оценка состояния прилежащих окружающих тканей и соседних органов, и в том числе, конечно же, оценка сосудистой ножки почки, оценка нижней полой вены, почечной фасты и всех прилежащих анатомических соцструктур. Безусловно, это оценка состояния зон регионарного и отдалённого метастазирования, информация об анатомическом строении и структуре органов брюшной полости, в том числе и контрлатеральной почки, а также оценка состояния костей скелета, оценка архитектоники сосудов почки для возможности планирования оперативного вмешательства. Протокол сканирования стандартный. Исследование выполняется от диафрагмы до седалищных бугров. Толщина слоя сканирования обычно не превышает 1 мм, и, безусловно, это многофазное исследование. Но самое интересное начинается уже после выполнения самого исследования с построения мультипланарных и 3D-реконструкций. Отдельно хочу немножко остановиться на введении контрастного вещества. Если речь идёт об опухолевом поражении почки, то, безусловно, это внутривенное болюсное введение контрастного вещества. Скорость введения контрастного вещества может варьировать в зависимости от аппарата, на котором выполняется сканирование, и от состояния периферических сосудов пациента и установки бронюли. Варьирует, как правило, от 4 до 4,5 мл в секунду. Вводится, как правило, от 80 до 100 мл контрастного вещества, но для пациентов с одной почки объём контрастного вещества должен быть сокращён и составлять не более 60 мл. Каковы необходимые стандарты выполнения исследований? Конечно же, необходимы выполнения нативной исследований. Почему оно обязательно? Для комплексной оценки мочевой системы, диагностики конкрементов, исключения или подтверждения кальциноза в строме опухоли, выявления различных осложнений, кровозлияния и разрыва опухоли с формированием гематомы. На слайдах демонстрируются все те признаки, которые мы можем достоверно оценить при нативном исследовании. Так мы видим опухоль почки, который сочетается с наличием множественных конкрементов в левой почке, опухоль почки с кровозлиянием в её строму с наличием множественных гиперденсных участков, это участков кровозлияния, и кальциноз строма опухоли. Необходимо выполнение многофазных исследований. Что такое многофазное? Это артериальная нефрографическая отсроченная фаза. Артериальная фаза выполняется на задержке 25-30 секунд и позволяет оценить состояние почечных артерий, отдифференцировать различные сосудистые образования, выявить маленькие гиперваскулярные образования почек и гиперваскулярные метастазы. Чаще всего, конечно же, мы видим метастазы в печень, и слайды всё это демонстрируют. В первом случае мы видим двойное кровоснабжение левой почки и визуализацию опухоли верхнего полюса левой почки. Во втором случае мы видим гиперваскулярную опухоль правой почки и демонстрация гиперваскулярных метастазов в печени, которые в последующем нивелируются и становятся изоденсной паренхемой печени. Вторая фаза – это нефрографическая, выполняется на задержке 90-100 секунд. Она является наиболее информативной для выявления опухоли почки. Именно в этой фазе опухоль, как правило, уже сбрасывает контрастное вещество, имеет более низкие значения показателей плотности на фоне контрастированной паренхемой почки. И именно в эту фазу мы можем оценить гетерогенность структуры опухоли с наличием участков пониженной плотности. И очень часто больших размеров опухоли сопровождаются наличием в её толще участков некроза, которые и имеют гиперденсную структуру, как в данном случае. Урографическая фаза выполняется на задержке 5-7 минут. И для чего она выполняется? Для оценки состояния мочевых путей. Также выполняется отсроченная урографическая фаза. Но каждая из этих фаз выполняется избирательно в каждом конкретном случае. Это не то, что она выполняется каждому пациенту. Отсроченная урографическая фаза выполняется на 15-й и 30-й минуте. И для чего она используется? Для диагностики урином и возможных затёков. Мы видим на данных слайдах опухоль правой почки, деформация и оттеснение чашечно-лоханочной системы без признаков её инвазии. Другое наблюдение. Мы видим взаимоотношение чашечно-лоханочной системы и мочеточника с опухолью нижних отделов правой почки. Мы видим, насколько деформирована чашечно-лоханочная система и оттеснён мочеточник. Каковы основные КТ-симптомы рака почки? Но есть основные признаки. Хочу буквально остановиться в нескольких словах сказать, что компьютерная томография с внутривенным болезненным контрастным усилением безусловно уже довольно вытесняет стандартные рентгенологические исследования и замещает экскреторную урографию, и совмещает в себе и УЗИ, и ангиографию, то есть даёт комплексную оценку и состояния опухоли, и паренхемы почки, и состояния сосудистой ножки почки. Конечно же, основной симптом – это наличие объёмного образования почки, изменение формы почки, её размеров, а также положения. То есть, если больших размеров опухоль, то, безусловно, анатомическая локализация почки будет изменена. Наличие объёмного образования в любом отделе почки. В первом наблюдении мы видим опухоль нижнего сегмента левой почки. Во втором случае объёмное образование, которое распространяется в лоханку правой почки и занимает область синуса. В третьем случае эта опухоль локализуется в верхнем сегменте левой почки и в передних отделах паренхемы левой почки. То есть локализация может быть совершенно различна. Структура опухоли может быть однородной, но чаще она имеет неоднородную структуру. Очертания опухоли различны. Как правило, они чёткие при локализованных формах. Если опухоль больших размеров, то её очертания могут быть и неровные, и нечёткие. Контуры опухоли также могут варьировать, могут быть и ровными, и чёткими, а также в виде мелкобугристых очертаний. То есть изменение опухоль может выглядеть совершенно по-разному. Кальцинаты в строме опухоли довольно часто встречаются. И размеры, и степень обозвестления строме опухоли также может варьировать. С различным наблюдениями мы видим опухоль с наличием мелко- и крупноглубчатых кальцинатов в её структуре, а также обозвестление по контуру самого опухолевого узла. Также признаком опухоли является наличие патологической сосудистой сети в парамеприи. Больших размеров опухоль правой почки, гиперваскулярные в артериальную фазу внутриверного контрастного усиления, и видим сеть патологических сосудов, которые локализуются вдоль нижнего контура опухолевого образования. Также одним из признаков является деформация чашечно-лоханочной системы. Мы видим опухоль верхнего сегмента и даже, я бы сказала, верхней половины правой почки с деформацией чашечно-лоханочной системы и визуализацией фрагмента контрастированной чашечки в струне опухоли. В зависимости от типа накопления контрастного вещества опухолевой тканью, выделяют несколько типов контрастного усиления, типа рака почки. Это гиперваскулярный рак, это гиповаскулярный рак и аваскулярный, или его ещё называют некротический рак. Каковы же их признаки? Что мы называем гиперваскулярным раком? Это такое образование, которое интенсивно накапливает контрастное вещество в артериальную фазу внутривенного контрастного усиления. И это демонстрирует, мы видим, в артериальную фазу гиперваскулярное объёмное образование, сопоставимое с контрастированием коркового вещества почки и довольно быстро сбрасывает контрастное вещество и имеет слабо пониженную плотность на фоне контрастированной паренхемы почки. Второй тип – это гиповаскулярный рак, который не реагирует фактически на введение контрастного вещества. Мы видим на артериальную фазу внутривенного контрастного усиления гиповаскулярное объёмное образование. И аваскулярный рак, или ещё его называют микротический рак, плотность которого соответствует плотности жидкости. Каковы основные признаки почечно-клеточного рака? Динференциальная диагностика по компьютерной томографии иногда бывает достаточно затруднительно, когда мы видим кистозное образование, как у данного пациента. Мы видим кистозное образование в среднем сегменте правой почки с наличием внутренних мягкотканных септ. И в этой ситуации что нам помогает? Нам, конечно же, помогает ультразвуковое исследование и МРТ-исследование, которое обладает более высокой чувствительностью в выявлении мягкотканного компонента. И при выполнении МРТ мы видим, что это кистозно-солидное востроение опухоли правой почки. Гиперваскулярный рак в 80% случаев – это светлоклеточный рак. Гиперваскулярный рак – светлоклеточный рак здесь встречается уже, конечно, в меньшем процентном соотношении и встречается до 20% случаев. В основном это папиллярноклеточный либо хромофобно-клеточный рак. Гиперваскулярные опухоли имеют лучший прогноз, чем более частая гиперваскулярная форма. Стадия опухолевого процесса отражает анатомическую распространённость опухоли, от которой, в общем-то, и зависит тактика лечения и прогноз при раке почки. В настоящее время в России, как и во многих странах, используется классификация ТНМ 7-го издания 2009 года, которая была предложена Международным противораковым союзом. И эти критерии, они всем хорошо известны. Это ТНМ – это состояние первичного опухолевого узла, Н – это поражение региональных лимфатических узлов, М – это наличие либо отсутствие метастатических поражений. Также ещё существует классификация Робсона, которая позволяет делить на 4 основные стадии. Первая стадия, когда опухоль ограничена почкой и не проникает через капсулу. Вторая стадия, когда опухоль проникает через капсулу почки. Третья стадия, когда опухоль распространяется в лимфатические узлы и переходит на почечную вену или нижнюю полую вену. И четвёртая стадия, когда опухоль переходит на соседние с почкой органы либо уже имеются отдалённые метастазы. Приведена классификация ТНМ. Она всем известна. Хочу глобально сказать, что в первой стадии заболевания – это Т1. Опухоль размера до 7 см. Нет метастазов, лимфатические узлы и отдалённых метастазов. Вторая стадия – это опухоль, размеры которых более 7 см, также без наличия метастазов. Третья стадия – когда уже имеется опухоль различных размеров, но имеются метастазы в лимфатические узлы. И четвёртая стадия – когда могут быть совершенно любые размеры опухоли и наличие метастазов в лимфатические узлы, либо отдалённая локализация метастазов. Группировка по стадиям представлена в данной таблице и возможны различные варианты. Подробно остановимся на… Я хочу вам как раз продемонстрировать различные стадии распространения и локализации опухоли. Первая стадия – это Т1Н0М0. Мы видим Т1А, когда размеры опухоли менее 4 см. Во втором наблюдении мы видим опухоль правой почки. Размеры опухоли составляют менее 7 см, то есть они варьируют от 4 до 7 см. Причём размер опухоли почки до 4 см признан наиболее прогностически благоприятным. И в этих случаях низкая вероятность метастазирования. И такой размер опухоли оптимален для органа, сохраняющего его хирургического лечения. Если размеры опухоли от 4 до 7 см, то органосохраняющая операция в этих ситуациях значительно проигрывает. Вторая стадия – когда размеры опухоли более 7 см, но опухоль ограничена почкой. Мы видим, я вам демонстрирую различные наблюдения. Первая стадия – это опухоль правой почки, верхней половины. Другое наблюдение – опухоль левой почки с выбуханием за её контур. Это Т2 стадия. Третья стадия – когда, может быть, размеры опухоли и Т1, и Т2, но имеются уже метастазы в лимфатические узлы, либо Т3 – нет метастазов, либо уже метастазы в лимфатические узлы. Т3 стадия – когда уже имеется переренальная инвазия в околопочечную клетчатку, но она находится в пределах фасции герота. И при Т3 стадии уже имеется вовлечение в процесс почечной вены, как в данном случае, и нижней полой вены. В первом случае Т3А – это распространение на переренальные ткани. Во втором случае – демонстрация Т3Б вовлечения почечной вены и нижней полой вены ниже уровня диафрагмы. И третье – наблюдение больших размеров опухоль в почке, и мы видим вовлечение в процесс нижней полой вены непосредственно выше диафрагмы. Если при инвазии опухоли в почечный синус, прогноз гораздо хуже, чем при инвазии в паранефральную жировую клетчатку. Четвёртая стадия – когда размеры опухоли уже соответствуют Т4 и имеются метастазы в лимфатические узлы. Т4 – это опухоль распространяется за пределы фасции герота, в том числе на смежные анатомические структуры и может вовлекать в процесс и псилатеральный надпочечник. У данного пациента опухоль правой почки с резким оттеснением правой почки. Опухоль занимает фактически правую половину живота с признаками инвазии большой поясничной мышцы и перерывинальных тканей. Видим метастазы в одном из региональных лимфатических узлов. Другое наблюдение – также больших размеров опухоль левой почки с сетью патологических сосудов в паранефральном пространстве. Причём инвазия опухоли в надпочечник является крайне плохим прогностическим признаком. Четвёртая стадия – когда Т может быть абсолютно любая, но имеются множественные метастазы в лимфатические узлы. Мы видим небольших размеров, казалось бы, опухоль правой почки. Размер её не превышает 4 сантиметров. Но в лимфатических узлах мы видим множественные метастазы в виде, даже можно сказать, грозди винограда. Это множественные метастазы в забрюшинные лимфатические узлы. Также четвёртая стадия – когда размеры опухоли могут быть любые, но имеются уже множественные отдалённые метастазы. Причём локализация этих метастазов может быть любая, и метастазирование рака почки совершенно непредсказуемо. И возможно наличие отдалённых метастазов при интактных регионарных лимфатических узлах. То есть может быть опухоль почки, нет регионарных лимфатических узлов, но метастазы может быть где угодно. Самое первое место метастазирования, куда метастазируют – это лёгкие. В 75% случаев поражается лёгочная ткань. На втором месте стоят мягкие ткани. Далее побывающие – это печень, кости, надпочечники. И в меньшем процентном соотношении – это головной мозг. Встречается в 8% случаев. И данные наблюдения как раз и демонстрируют все возможные варианты метастазирования. Опухоль левой почки с метастазами в головной мозг, поджелудочную железу, печень, лёгочную ткань и внутригрудные лимфатические узлы. Каковы признаки инвазии опухоли в соседние органы? Выделяют две основные группы. Это достоверные признаки и недостоверные признаки. К достоверным признакам относятся наличие фокальных изменений плотности в органах. Как в данном наблюдении мы видим опухоль с прорастанием прилежащей паренхемы печени, ножки диафрагмы. И недостоверные признаки, когда мы не видим только жировой прослойки и имеется такой нечёткий контур между опухолью и органом. И нам довольно сложно сказать, что здесь, а либо тесные прилегания, либо признаки инвазии. И в данной ситуации мы не всегда однозначно можем высказаться в пользу точного вовлечения в процесс. В демонстрации инвазии опухоли в соседние органы и анатомические структуры мы видим опухоль верхнего сегмента левой почки с фрагментарным кальцинозом паренхемы. Мы видим, что опухоль врастает в мышцы спины и врастает в селезёнку. Наглядная демонстрация. Мы с вами рассмотрели первичные опухоли почки. И переходим к рассмотрению второй группы – это метастатические опухоли почки. Почки – это пятый по частоте метастатического поражения орган у пациентов с известной первичной локализацией опухоли и метастатическим поражением органа. Каждая вновь обнаруженная опухоль почки наиболее вероятна – это метастазы. Наиболее часто что метастазируют почки – это рак бронха, рак молочной желудка, внутренних гениталий, поджелудочной железы, кожи и контрлатеральной почки. Метастазы в почке. 50% случаев – это двустороннее поражение. В основном размеры их маленькие и имеются уже на тот момент метастазы в других органах. В демонстрации мы видим множественные очаговые образования неоднородной структуры в обеих почках. Это множественное МТС – поражение почки при меланоме. Каковы основные признаки метастатического поражения почки? Метастазы локализуются в основном в периферических отделах паренхемы. При нативном исследовании они либо изо-либо гиподенсивные поренхемы почки. После внутривенного контрастного усиления они гиповаскулярны, либо отмечаются такое неравномерное, но довольно более гомогенное контрастирование опухолевого узла. В наблюдении мы видим центральный рак левого лёгкого у пациента с метастазом в правую почку. Больших размеров метастазов почки по компьютерно-томографическим данным фактически неотличимы от первичной опухоли поренхемы почки. Это в том случае, если речь идёт о солитарном опухолевом узле. Так, пациент, нефрактомия слева, 5 лет назад, мы видим метастаз в правую почку и состояние после мастектомии метастаз в правую почку. Следующее заболевание, при котором мы можем видеть объёмное образование в почках, это лимфома. Почки не содержат лимфатической ткани, поэтому первичное поражение почек лимфомы встречается крайне редко. Вторичное вовлечение в процесс почек при системной лимфоме наблюдается в 50% случаев. Из этих 50%, 92% случаев это не хочкинская лимфома. И только 8% случаев это хочкинская лимфома. И проявления их фактически одинаковы. Каковы же основные признаки? Мы видим гиповаскулярное объёмное образование, которое хорошо и более чётко визуализируется после внутривенного контрастного усиления. Лимфома характеризуется нечёткостью очертаний и сопровождается инфильтрацией перерональных тканей. Также, как правило, размеры почки могут быть увеличены. И чаще всего при лимфоме это двусторонняя локализация. Причём размеры опухолевых узлов могут варьировать от очень мелких до довольно крупных. Выделяют несколько вариантов или характеров поражения почек при лимфоме. В первом случае, когда мы видим объёмное образование, чаще всего это забрюшинное объёмное образование, параортальное, которое распространяется, либо врастает в почечную паренхему, синус, и такую картину мы наблюдаем в 40% случаев. Второй вариант – это двустороннее мультифокальное поражение. Его мы наблюдаем в 30% случаев. Солитарный узел – это наиболее трудный для диагностики вариант, а он встречается в 23% случаев. И диффузное двустороннее поражение обеих почек с увеличением их размеров и негомогенностью структуры паренхемы встречается в 12% случаев. Демонстрация наблюдения. Мы видим патологическое объёмное образование, которое врастает в почку. Это ретроперитониальная лимфоденопатия с диффузной инфильтрацией почки, которая инвазирует прилежащие анатомические структуры, обрастает в сосудистую ножку. Компьютерная томография и МРТ-исследование этого же пациента. Демонстрация исследования во фронтальной плоскости. Мы видим забрешенный конгломерат. Частая инвазия при лимфомах. Часто мы можем наблюдать инвазию и поясничной мышцы, и обрастание сосудистой ножки, и вовлечение в процесс мочеточника. После лечения в таких массивных объёмных образованиях мы можем видеть большие зоны микроза или кальциноза паренхемы. Другое наблюдение – это лимфома левой почки. Мы видим гиповаскулярное объёмное образование без чётких очертаний, которые наиболее достоверно визуализируются после внутривенного контрастного усиления. Аденома – это хорошо инкапсулированная солидная опухоль коркового вещества почки. Размеры аденомы, как правило, менее 3 см. И эти опухоли не сопровождаются наличием метастазов. До сих пор существует ряд вопросов, нерешённых вопросов. Доброкачественное ли это поражение, либо это предзлокачественное поражение, которое в последующем трансформируется в почечно-клеточный рак. До сих пор это вопрос неясен. Каковы же признаки аденомы почки? МСКТ признаки очень сходны с почечно-клеточным раком. То есть при компьютерной томографии высказаться в пользу именно аденомы по признакам не представляется возможным. При нативном исследовании это также объёмное образование, которое из-за денсноплотности паренхемы почки. После внутривенного контрастного усиления, как правило, это гипер, рижа, гиповаскулярное объёмное образование. И в строме объёмного образования мы можем видеть кальцинаты. Следующее объёмное образование, опухоль, это онкоцитома. Онкоцитома – довольно редкая опухоль и встречается от 3 до 5% всех опухолей почек. Это солитарная, в основном, но может быть множественная и даже билатеральная опухоль. Размеры её могут варьировать от 1 до 20 см. Кровозлияние и некроз не характерны, потому что это опухоль с очень низкой методической активностью. Каковы признаки онкоцитома? Это округлые формы, объёмное образование. Контуры её чёткие, ровные. Характер роста экзофитный. При нативном исследовании опухоль изоденс на паренхиме после внутривенного контрастного усиления она негомогенно повышает плотность. Если размеры опухоли большие, то имеется такой очень характерный признак наличия авоскулярного центрального звёздчатого рубца или иногда в литературе применяется такой термин, как колесо со спицами. Бывают такие спекулообразные участки, пониженные плотностью. И, безусловно, конечно же, очень тяжело её дифференцировать с почечно-клеточным раком. Только по данным компьютерной томографии. Другое наблюдение. Онкоцитома – объёмное образование левой почки среднего сегмента. Гиперваскулярное в артериальную фазу внутривенного контрастного усиления выглядит идентично почечно-клеточному раку. Операция – гистологически подтверждённый вариант. Онкоцитома – состояние после операции, после секторальной резекции левой почки через 6 месяцев после операции. Ангиомиолипома – это наиболее часто встречающаяся опухоль среди доброкачественного поражения. Морфологически она представлена зрелой жировой тканью, атипичными мышечными волокнами и расширенными кровеносными сосудами в различных соотношениях. То есть соотношение жирового, мягкотканного и сосудистого компонента может варьировать. И трудности в диагностике бывают, когда опухоль представлена в основном мягкотканным компонентом, а жировой компонент минимален, либо он фактически не виден при компьютерной томографии. Типичная ангиомиолипома – мы видим жиросодержащие объёмное образование в среднем сегменте правой почки. Другое наблюдение – ангиомиолипома с низким содержанием жира. То есть это в основном представлено мягкотканным компонентом, который распространяется за контуры левой почки. Ангиомиолипома составляет около 0,3 опухоли почек. Чаще встречается у женщин. Возникает она спорадически, либо ассоциирована с различной наследственной патологией. Это туберозный склероз и лимфангиолиомиоматоз. Локализация чаще односторонняя. Двусторонняя локализация встречается в 15% случаев. До 30% случаев опухоли могут быть множественны. Как у данного пациента с туберозным склерозом, мы видим множественные жиросодержащие объёмное образование обеих почек. Размеры ангиомиолипома могут варьировать. Они составляют от 5 мм и могут достигать аж 20 см и могут быть очень большими. Другое наблюдение. Пациентка с лимфангиолиомиоматозом, с характерными изменениями в лёгочной ткани и наличие жиросодержащего объёмного образования в почке подтвердила диагноз предположительно лимфангиолиомиоматоз. То есть это явилось ключом в диагностике. Клинические ангиомиолипомы практически себя никаким образом не проявляют. И первым проявлением опухоли является именно интенсивно остро возникшая боль, которая обусловлена спонтанным разрывом. То есть эти опухоли обладают высоким процентом разрыва и с образованием забрюшинной гематомы либо кровозлиянием в строму опухоли, потому что она содержит патологически извитые сосуды, в стенке которых отсутствуют эластические волокна. Демонстрация. Мы видим объёмное образование с кровозлиянием больших размеров опухоли. Мы видим крозлияние в строму опухоли и паранефральную клетчатку. И эти опухоли, они доброкачественные, не прорастают в почечные вены. Признаки компьютерной томографии очевидны. Мы видим низкую плотность объёмного образования, которая свидетельствует о содержании жира. Прожилки мягкотканной плотности в ткани сосуда, которые интенсивно накапливают контрастное вещество после внутривенного контрастного усиления. Экспансивный рост. То есть эти опухоли распространяются за контуры почки и имеют преимущественно экстравернальный характер роста. Неравномерное контрастирование. Если было осложнение опухоли, то мы видим неоднородную структуру опухоли с наличием гипертензных участков в её строме. Это участки кровозлияния. Если жировой компонент опухоли очень мал или отсутствует, вот это именно и возникают тогда дифференциально-диагностические сложности. И очень часто эту опухоль принимают за почечно-клеточный рак. Но опять-таки здесь диагностика лучевая отступает. И здесь, конечно же, результат может быть только гистологическое подтверждение. Потому что при компьютерной томографии характер накопления контрастного вещества совершенно идентичен с почечно-клеточным раком. Демонстрация случая гигантской ангиомиолипомы обеих почек у молодой женщины. Мы видим, что опухоль занимает фактически больший объём правых отделов живота с кровозлиянием в структуре опухоли. И множественными участками и мягкотканной структуры. И в пациентке была выполнена правосторонняя нефрактомия. Прочие опухоли. К ним относятся различные фибромы, гемангиомы, леомиомы, гистиоцитомы. И они встречаются очень редко. То есть их процент составляет менее 1%. Как правило, эти все опухоли имеют небольшие размеры. И каких-либо специфических МСКТ-признаков их диагностики не существует. То есть они выглядят как просто маленькие опухоли почки. И только гистологические подтверждения материала. Опухоли почечной лоханки. Это следующая группа, на которой мы остановимся. Составляет до 10% всех опухолей почки. Мужчины поражаются чаще, чем женщины. Так же, как и опухоли почечной паренхемы. Но соотношение здесь выше. И соотношение мужчин к женщинам составляет 4 к 1. Пик частоты приходится на возраст, так же, как и при опухоли почечной паренхемы, 60 лет. До 40% случаев это множественные опухоли. Они поражают и мочеточник, и мочевой пузырь. То есть локализация, если мы видим одну опухоль, это не должно нас успокаивать, а наоборот настораживать, мы должны смотреть мочевую систему на всём протяжении и выявлять, возможно, и другие локализации опухоли. В 10% случаев это опухоли двусторонние. Также выделяют злокачественные и доброкачественные группы опухолей почечной лоханки. В 80-90% случаев это переходно-клеточный рак. В доброкачественных случаях это в основном папиллома, и она сходна с раком, но она не инвазивна. То есть её картина очень похожа на переходно-клеточный рак. Выделяют две основные формы. Это папиллярная форма, она имеет вид бляшки, располагается на стенке лоханки и распространяется в просвет лоханки. И инфильтративная форма, она инфильтрирует чашечную лоханочную систему, рана прорастает в синус и паренхему почки. Каковы основные признаки опухоли? Мы видим мягкотканное объёмное образование в лоханке. Оно умеренно повышает плотность после внутривенного контрастного усиления. То есть такой гиперваскулярности, как при раке почечной паренхемы, мы не наблюдаем. Структура опухоли достаточно однородная, но могут встречаться и кальцинаты. Мы видим деформацию контуров лоханки, почки, проксимальная гидронефротическая трансформация мочевых путей. И опухоль часто осложняется кровотечением и видны сгустки крови в чашечной лоханочной системе либо мочевом пузыре. Классификация рака лоханки почки также от 2009 года. Я не буду на ней подробно останавливаться. Она хорошо приведена во всех справочниках. Хочу сказать, что, конечно же, хирургическое лечение во всех случаях применяется. Но есть два пути. Это радикальная нефректомия и органосохраняющая операция. Выбор операционного доступа зависит, безусловно, от стадии опухолевого процесса, особенностей конституциональных пациента и опыта, и предпочтений хирурга. Существуют определенные объемные образования почки, которые называются опухоли-недотроки. Что же к ним относится? Это простые кисты, это кисты, богатые белком и осложнённые кровоизлияния. Это ангиомиолипомы, размеры которых менее 4 см. И псевдоопухоли почки. Или они собой представляют гипертрофированные почечные столбы. Демонстрация ангиомиолипома почки небольших размеров. И больших размеров киста с наличием кровоизлияния и геморрагическим содержимым. Понятно, когда опухоль имеет большие размеры. Что с ней делать, это очевидно. Но что же делать, когда размеры опухоли маленькие и составляют менее 1,5 см. Эти опухоли отнесены к потенциально солидным опухолям почек. И какова тактика ведения данных пациентов? Что к ним относится? Если плотность объёмного образования менее более 20 единиц хаунсфилда, то здесь, конечно, приходится дифференцировать между кистой и опухолей. Если пациент с таким объёмным образованием старше 75 лет, имеют другие различные заболевания с высоким риском операции, то здесь в этой ситуации выжидание и наблюдение. Если пациент более молодой, с приемлемым риском операции, то выполняется компьютерная томография с внутривенным контрастированием. Если плотность образования менее 10 единиц хаунсфилда, то, вероятно, это киста. Если плотность повышается и составляет более 50 единиц хаунсфилда, подозрение на почечно-клеточный рак, и в этих ситуациях производится операция. Если плотность более 10 единиц хаунсфилда, то пациент наблюдается в течение 6-12 месяцев. Если рост не обнаружен, то это доброкачественное образование. Если обнаруживается рост образования, то это, конечно же, хирургическое удаление. Хочу сказать, что, конечно же, компьютерная томография уже на операционном этапе позволяет дать всю оптимальную информацию для хирургов, для возможного и оперативного доступа, и оценки состояния архитектоники сосудов, то есть даёт абсолютно исчерпывающую информацию, которая позволяет определиться и со стратегией, и с тактикой оперативного вмешательства. И довольно наглядно может продемонстрировать все возможные варианты и анатомического строения, и состояния паренхематозных органов брюшной полости из-за брюшинного пространства. И метастазирование, конечно же, отдалённое и регионарное. Но хочу сказать, что когда мы, как специалисты лучевой диагностики, выполняем исследования, то есть мы всегда должны помнить, что лучевая нагрузка на пациента одна из самых высоких, и типичная эффективная доза составляет как минимум 10 мс, что сопоставимо с 500 флюорографическими исследованиями органов грудной клетки в прямой проекции и равна природному фону солнечной радиации за 4,5 года. Конечно же, компьютерная томография очень информативный метод, но всё равно остаются сложности в диагностике. Это распознавание пограничных стадий опухоли, нераспознавание Т2 и Т3 приводит к снижению пятилетней выживаемости до 50-летнего возраста. И, конечно же, в определении вовлечённости в процесс смежных анатомических структур, в том числе надпочечников и лимфатических узлов. То есть лимфатические узлы могут быть маленькие и нерасценены как метастатические, тем не менее они могут содержать уже клетки опухоли. Спасибо за внимание. Такое завершение лекции – это озеро почки, действительно существующее. Вопросы какие-то? подículos вверх. Вопросы какие-то?